Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Средним нововведением может стать ежеквартальный отчет о работе с муниципальным имуществом, который напрямую сказывается на доходной части казны. Кроме того, в городе должна появиться рабочая группа, которая будет заниматься вопросом увеличения налоговой базы. В нее должны входить депутаты Гордумы, руководители администрации города, представители общественности. Комиссия одобрила эти предложения. Программа Экономика. Мясорубок и пластиковых окон. Из пищевых продуктов отмечен рост производства шоколада и кондитерских изделий 15%, настолько же сливочного масла, свинины на 11%, говядины на 4%, тортов и пирожных на 6%. Вместе с тем не достигло уровня прошлого года производства игры, игрушек, напитков, бумаги, машин, оборудования для сельского лесного хозяйства. Экономика. На 101. Далее информация от наших партнеров. Уже с мая МРОД в России должен достичь прожиточного минимума. Это почти 11 200 рублей. Власти ускорили повышение зарплат. Ранее планировалось сделать это с 2019 года. Пока что с 1 января минимальный размер оплаты труда увеличен до 85% этой суммы. Что ждет организации, которые платят сотрудникам меньше и как правильно оформить повышение, рассказывает руководитель компании-бухгалтерия Татьяна Максимчук. Руководители организации или предпринимателя, допустившего подобное нарушение, могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 рублей, а саму организацию на 30-50 тысяч рублей. Как правильно оформить увеличение заработной платы? Издается приказ об изменении оклада, меняется штатное расписание, к договору составляется доп. соглашение. По данным налоговой службы в Кировской области, каждый третий работодатель платит своим сотрудникам зарплату ниже прожиточного минимума. Этот показатель выше среднероссийского, который составляет лишь 11%. Чтобы защитить свой бизнес от проблем с госорганами, обращайтесь к специалистам. Компания-бухгалтеры «Я. Помощь профессионалов». Телефон 46-42-81. Экономика. В завершение валютах доллар на сегодня 56,29. Курс евро 69 рублей 54 копейки. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.